Нет, говорят, печальнее повести, а тут хоть вежусь. Ехала, помню, в одном я поезде с беженцами. В поезде синим, вагоном затклом, плацкартным вежевым, Сев, как обычно, на Курском вокзале, я вижу беженца. Там были люди, и были люди. Видать, поэтому мне все вдруг взвыло, гулко и люто, Едва поехали, и не спалось в прибежащем свете, но он не повод. Орали дети, баулы падали с верхних полок, И терла какая-то бабка за голодомор, да за советскую власть. Вот а теперь-то, молодомой, ни хрена не попасть, Спаси нас, оралище Сталина, сохрани. А тот сверху крепел, и спинку уж стали, не гони. Моя бабушка чуть ее помоложе, ведь жила в лакаре. А теперь дожевает под первый канал. Каждый раз меня крестят, и тоже вот так вот, но, боже, Хорошо бы никто и дальше не воевал. Собирает хлебные крошки, паскательцы пальцем, Пробивает чай, смотрит ласково, посмиренно. Коля садится фриз, так мы снова его отдубайся. Только слава тебе, Господи, Юлешка, мирное нынче время. И однажды в ответ зачем-то ей рассказала, Это, в сущности, верно, бестапность, вообще-то, блюдец. Что хрустальная муза моя, с русалочьими глазами, Непростая девчонка, отчеркнутили боец. Фриз не сунулся, вроде бы некого отдубасить, Но чуть более года назад, кто бы что ни врал, Моя муза сражалась за нас на братском Донбассе. В это мирное время, да че черт бы его подрал. И она не рвалась в герой, она за правду. Потому не боялась ни грохота, ни огня. Моя бабушка это выслушала и заплакала. И я сказала, что эта девочка младше меня. И впервые со мной моя бабушка не поспорила, Ни Афган так не трогал бабушку, ни Чечня, Как история девочки, что и сама история, Что и младше меня, и намного сильнее меня. И теперь до сих пор мне все это щемяще помнится, То ли вопреки, а то ли в противовес, Словно так и несусь я в том самом, Грохочущем поезде, под пронзительным взглядом, Русалычи глазу небес. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ